Усиленный контроль за пассажирскими перевозками проводят власти Петропавловска. В часы пик на остановках общественного транспорта работают сотрудники контрольно-ревизионного управления. Их можно узнать по характерной яркой спецодежде. Они следят как за соблюдением правил перевозчиками, так и за наполняемостью маршрутов. Если выясняется, что на одних линиях автобусы идут пустыми, а на других переполненными, принимается решение об изменении схемы движения. Дефицит транспортных средств на линии действительно есть. По сходке на 9 часов утра сегодняшнего дня на линию вышло 116 автобусов и запланированных 153. Между тем мы видим, что данный дефицит медленно, но сокращается. Поручено управлению пассажирского транспорта постоянный контроль движения транспортных средств посредством системы ГЛОНАСС, а также сотрудников контрольно-ревизионной службы и работников управления городского хозяйства. Сверен, что мы сумеем стабилизировать ситуацию с пассажирскими перевозками в городе. Напомним, после введенного с 1 июня запрета для гастарбайтеров работать водителями общественного транспорта без российских прав, жители Петропавловска неоднократно жаловались на нехватку автобусов. Стабилизировать ситуацию с пассажирскими перевозками в Петропавловске накануне потребовал мэр города Виталий Иваненко. Он заявил, что необходимо обеспечить доступность городского транспорта не только в часы пик, но и в остальное время. Глава города добавил, что автобусы должны нормально работать не только на красной линии, но и в микрорайонах Серогласке, Горизонке, Северо-Востоке и Ленинском районе. В управлении городского хозяйства рассказали об усилении мер воздействия на перевозчиков. Будут приниматься штрафные санкции в отношении перевозчиков. Строго указано на немедленное восстановление штата сотрудников. В средствах массовой информации мы не увидели на сегодняшний день, где перевозчики приглашали бы на работу водителей. Коль скоро поручалось это перевозчикам, пересмотрели бы систему оплаты труда. Поскольку большинство водителей, которые отказываются от этой работы, они идут как раз-таки из-за низкой заработной платы. По данным управления пассажирского транспорта, водители иностранцы, не имеющие водительских прав российского образца, начали сдавать экзамены в ГИБДД. Поэтому, возможно, в скором времени они смогут снова сесть за руль городских автобусов. Урегулировать ситуацию с общественным транспортом власти Петропавловска намерены в течение летнего периода.